И Вечный Бой После февральской революции 1917 года в политическом режиме имперского общества настала короткая передышка. Власть перешла к либералу с ползучи неопределенным мировоззрением, подданным в лозунгах обидной ясности. Андрей Белый называл его передовым дегенератом своего времени. И в свете этой ясности операционными ножами, то есть и Шопенгауэром, и Ницше, и Марксом, и Соловьевым отсекал себя от себя самого. Это был его способ спасения от мещанства. 19 марта 1917 Александр Блок вернулся из инженерно-строительной дружины в Петроград. Типучая общественная жизнь поэта мало чем отличалась от призыва на фронт. Его уже заочно избрали в Президиум Временного комитета деятелей искусств. А 25 апреля в литературную комиссию при Александринском театре. Художественный театр в Москве взялся за постановку драмы «Роза и крест», написанной им еще в январе 1913 года. 8 мая Александра Блока назначили редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования противозаконной деятельности царских министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств. Глава правительства Александр Федорович Керенский, видимо, полагал вынесение приговора сановным особам более настоятельным, чем созыв учредительного собрания или решение вопроса войны и мира. Александр Блок трудится над рукописью последних дней императорской власти, которую считает частью отчета Следственной комиссии. Среди гостей ходил я в черном фраке, я руки жал, я, улыбаясь, знал, провьют часы, мне будут делать знаки, поймут, что я кого-то увидал. Ты подойдешь, сожмешь мне больно руку, ты скажешь, брось, ты возбуждаешь смех. Но я пойму по голосу, по звуку, что ты меня боишься больше всех. Я закричу, беспомощный и бледный, вокруг себя бесцельно оглянусь, потом очнусь у двери с ручкой медной, увижу всех и слабо улыбнусь. 18 декабря 1903 Юрий Михайлович Лотман не без иронии замечает, как Блок осваивал демократический образ жизни. Впервые слез с извозчика, вошел в трамвай и был поражен. Это был другой мир. Как только войду в трамвай да надену кепку, так хочется потолкаться. Лиха беда начала. Пляски смерти, которыми бредили символисты до военной поры, уже плясали на западных рубежах огромной страны. Не было на Невском проспекте людей. Но ползучая, голосящая многоножка была там. В одно сырое пространство сыпало многоразличие голосов, многоразличие слов. Членораздельные фразы разбивались там друг от друга. И бессмысленно, и ужасно там разлетались слова, как осколки пустых и в одном месте разбитых бутылок. Все они, перепутавшись, вновь сплетались в бесконечно слетящую фразу без конца и начала. Эта фраза казалась бессмысленно и сплетенной из небылиц. Непрерывность бессмыслия составляемой фразы черной копотью повисала над Невским. Над пространством стоял черный дым небылиц. И от тех небылиц, порой надуваясь, Нева и ревела, и билась в массивных гранитах. Андрей Белый. Петербург. Пляски смерти Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, И повторится все, как встарь, Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. 10 октября 1912. По осени Александр Блок работает в литературно-театральной комиссии при государственных театрах и комиссии по их реорганизации. Он не желает иметь каких-либо отдел с антибольшевистской газетой «Час», организованной Савенковым и Гиппиус. После Октябрьского переворота поэт участвует в совещании представителей литературно-художественной интеллигенции, созванном в Смольном по инициативе в ЦИК РСДРФБ, и вместе с другими участниками заявляет о своей готовности сотрудничать с большевиками. Пустая улица, один огонь в окне. Еврей-аптекарь охает во сне, а перед шкафом с надписью ВННа, хозяйственно согнув скрипучие колена, скелет да глаз закутанный плащом чего-то ищет, скалясь чёрным ртом. Нашёл, но ненароком чем-то звякнул, и череп повернул. Аптекарь крякнул, привстал, и на другой сжалился бок. А гость меж тем заветный пузырёк сует из-под площадвым женщинам без носа на улице под фонарём белёсым. Октябрь 1912 Большевистская власть использует поэта в своих целях нещадным образом, доводя до отчаяния бессмысленностью заседаний. Постоянные выступления в коллегиях, на годовщинах, совещаниях, назначения на должности в организации, комитеты, комиссии в 1918-1920 годах Александр Блок числится в Государственной комиссии по изданию классиков русской литературы, в репертуарной секции Петроградского театрального отдела Наркомпроса, в редакции журнала «Репертуар» является лектором Школы журнализма, заведующим отделом немецкой литературы и издательства «Всемирная литература», членом-учредителем Вольной философской ассоциации, председателем Режиссёрского управления Большого драматического театра, членом Союза деятелей художественной литературы, членом редколлегии исторических картин при Петроградском отделе театра «Срелищ», заместителем председателя литературного отдела Наркомпроса в Москве, членом Совета Дома Искусств, председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. Старый-старый сон Из мрака фонари бегут, куда? Там лишь чёрная вода, Там забвенье навсегда. Тень скользит из-за угла, Ни другая подползла, Плащ распахнут, грудь бела, Алый цвет в петлице фрака. Тень вторая, стройный латник, Или невеста от венца, Шлем и перья, нет лица, Неподвижность мертвеца. В воротах гремит звонок, Глухо щёлкает замок, Переходят за порог Проститутка и развратник. Воет ветер, леденящий, Пусто, тихо и темно, Наверху горит окно. Всё равно. Как свинец черна вода, В ней забвенье навсегда. Третий призрак. Ты куда? Ты из тени в тень скользящий. Февраль 1914. «Меня выпили», — говорит Александр Блок о своём состоянии в послереволюционные годы. В январе 19-го, в письме о невключённом восьмитомное собрание сочинений 1960-1963 года, он признаёт, «Почти год, как я не принадлежу себе. Я разучился писать стихи и думать о стихах». Цитируется по Шепелеву. Он будет писать стихи против нас. Глава наркомпроса Луначарский признавал. Мы в буквальном смысле слова не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его власть и художественная интеллигенция. Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел её голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело к луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайно, плакал ребёнок о том, что никто не придёт назад. Август 1905-го. Пример хождения Александра Блока в народ был приведён Юрием Михайловичем Лотманом для того, чтобы сделать важный вывод. Происходит любопытная вещь. Искусство всё время застывает, уходит в неискусство, опошляется, тиражируется, становится эпигонством. И эти разнообразные виды около искусства могут имитировать искусство высокое, прогрессивное или реакционное, искусство, заказанное сверху или заказанное снизу или сбоку. Но они всегда имитация. Отчасти они полезны, как полезны азбуки и учебники. Ведь не все сразу могут слушать сложную симфоническую музыку. Но одновременно они учат дурному вкусу, подсовывая вместо подлинного искусства имитацию. А имитации усваиваются легче, а непонятнее. Искусство же непонятное и потому оскорбительное. Поэтому массовое распространение искусства всегда опасно. Но, с другой стороны, откуда берется новое высокое искусство? Оно ведь не вырастает из старого высокого искусства. И искусство, как это ни странно, выбрасываясь в пошлость, дешевку, в имитацию, в то, что портит вкус, вдруг неожиданно оттуда начинает расти. Ахматова писала, когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, искусство редко вырастает из рафинированного хорошего вкуса, обработанной формой искусства. Оно растет из ссора. Юрий Михайлович Лотман. О природе искусства. 8 января 1918 поэт начинает писать поэму «12». 28 января она уже завершена. 3 марта поэма напечатана в газете «Знамя труда». Газетные публикации и общественная активность ведут Александра Блока «Дитя добра и света» под знамена пролетарской революции. Много лет образный ряд его последних произведений советское литературовение так и сяк будет выворачивать на свой, самый передовой, общественный лад. 12. Чёрный вечер, белый снег. Ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всём Божьем свете. Задевает ветер белый снежок. Под снежком ледок. Скользко, тяжко, всякий ходок скользит. Ах, бедняжка! От здания к зданию протянут канат. На канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймёт, что значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут. Сколько бы вышло партяна для ребят, а всякий раздет, разут. Старушка, как курица, кое-как перемотнулась через сугроб. Ох, матушка заступница! Ох, большевики загонят в гроб! В 1915-20-х годах поэт десятки раз посещал концерты популярного в дореволюционном Петрограде шансонье и мимо эксцентрика Савоярова, за которым после куплетов «Луна пьяна», «Кисонька», «Благодарю покорно» закрепилась слава короля эксцентрики. В 1915 году Всеволод Эмейер Хольт снова ставил балаганчик, на этот раз в своём театре, и Александр Блок, будучи уверен, что Савояровский балаганчик куда лучше нашего, приводил его на концерты шансонье. В 1918-м он несколько раз показывал Савоярова своей жене, Менделеевой Блок, в ту пору актрисе Александринского театра, чтобы она получилась эксцентрической манере, в которой надлежало читать поэмы «12». Ибо наконец увидала Савоярова, который сейчас гастролирует в миниатюре рядом с нами. Зачем измерять унциями дарования Александринцев, играющих всегда после обеда и перед ужином, когда есть действительное искусство в миниатюрах? Ещё один кол в горло буржуям, которые не имеют представления, что под боком. Александр Блок. Записные книжки. 20 марта 1918 года. Ветер хлёсткий, не отстаёт и мороз, И буржуй на перекрёстке воротнику прятал нос. А это кто? Длинные волосы! Говорит в полголоса. Предатели! Погибла Россия! Должна быть писатель! Вития! А вон и долгополый, сторонкой за сугроб. Что нынче невесёлый, товарищ По? Помнишь, как бывало брюхом шёл вперёд, И крестом сияла брюхо на народ. Вон барыня в каракуле к другой подвернулась, Уж мы плакали, плакали, Поскользнулась и бац! Растянулась! Ай-ай-ти, не подымай! О поэме проницательно отозвался Виктор Шкловский, Писатель, критик, киносценарист. У нас не понимают неизобразительного искусства. Двенадцать – ироническая вещь, Она написана даже не частушечным стилем, Она сделана блатным стилем. Стилем уличного куплета, Вроде Савояровских. Неожиданный конец с Христом Заново освещает всю вещь. Понимаешь число двенадцать, Но вещь остаётся двойственной, И рассчитана на это. Сам же блок принял революцию Не двойственно. Шум крушения старого мира околдовал его. Время шло. Трудно написать, чем отличаются Это 1921 год, А 1919 или 1918. В первые годы революции не было быта, Или бытом была буря. Нет крупного человека, Который не пережил бы полосы веры в революцию. Минутами верилось в большевиков. Вот рухнет Германия, Англия, И плуг распашет ненужные никому рубежи, А небо совьётся, как свиток пергамента. Но тяжесть привычек мира Притягивала к земле брошенной революцией Горизонтально камень жизни. Полёт превращался в падение. Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Трах-тах-тах! И только эхо откликается в домах, Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах. Трах-тах-тах! Трах-тах-тах! Так идут державным шагом. Позади голодный пёс, Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной Снежной россыпью жемчужной В белом венчике из роз Впереди Иисус Христос. Следом за двенадцатью Появляются скифы С эпиграфом из стихотворения Владимира Соловьёва. Скифы публикуются в том же знамени труда Прежде двенадцати, Двадцатого февраля 1918 года. В это время на Северном фронте Разворачивается стремительное наступление Германских войск. Девятнадцатого февраля Сдан Минск. Двадцатого февраля Полоцк. Двадцать первого Речица и Орша. Двадцать второго Латвийские Вольмар и Венден. И эстонские Валк и Гапсало. Двадцать четвертого февраля Германская Власть Самое Слово Патриотизм Сделала ругательным. Александр Блок. Записные книжки. Двадцатый апреля 1921 года. Двадцать третьего февраля Согласно декрету Совета народных комиссаров РСФСР Рабоче-крестьянской Красной Армии Начинается массовая мобилизация. Третьего марта в Брест-Литовске Советской делегацией во главе с Троцким По настоянию Ленина Подписываются унизительные условия мира с Германией. Брестский мир. Четвертого марта германские войска занимают Нарву И останавливаются на западном берегу Чудского озера В ста семидесяти километрах от Петрограда. Скифы. Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев. Миллионы вас. Нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте и сразитесь с нами. Да, скифы мы. Да, азиаты мы. С раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит Меж двух враждебных рас – монголов и Европы. Века, века ваш старый гормин ковал И заглушал грома лавины, И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, Копя и плавя наши перлы, И вы глумя считали только срок, Когда наставить пушек шерла. 20 февраля поэт записывает в дневнике. Стало известно, что Совет народных комиссаров согласился подписать мир с Германией. Кадеты шевелятся и поднимают головы. Люба рыдала, прощаясь с Роджерс, Валевасьон, Патриотизм и Мафам от того, что оплакивала старый мир. Она говорит, я встречаю новый мир и, может быть, полюбила его. Но она еще не разорвала со старым миром и представила все, что накопили девятнадцать веков. Да, патриотизм – грязь. Альсак минус Лорен равно брюхо Франции – каменный уголь. Религия – грязь, попы и прочие. Страшная мысль этих дней не в том дело, что красногвардейцы не достойны Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел другой. Романтизм – грязь. Все, что осело догматами, нежной пылью, сказочностью, стало грязью. Остался один лян – порыв. Только полет и порыв. Лети и рвись, иначе на всех путях гибель. Может быть, весь мир европейский озлится, испугается и еще прочнее осядет в свои лжи. Это не будет надолго. Трудно бороться против русской заразы, потому что Россия заразила уже здоровьем человечества. Все догматы расшатаны. Им не вековать. Движения заразительны. Лишь тот, кто так любил, как я, имеет право ненавидеть. И мне быть катакомбой. Катакомба – звезда, несущаяся в пустом синем эфире, светящаяся. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет не будет, и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древнюю загадкой. Россия – сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Согласно договору в состав Германии входили либо становились германскими протекторатами Привислинские губернии, Украина, губернии с преобладающим белорусским населением, Эстлянская, Курлянская или Фляндская губерния, Великое княжество Финляндское. Советское правительство обязывалось прекратить войну с Украинской народной республикой и признать независимость Украины, Центральная рада которой подписала сепаратный мирный договор с центральными державами Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарским царством еще 9 февраля 1918 года. Россия выплачивала 6 миллиардов марок с репараций и покрывала понесенные Германией убытки в сумме 500 миллионов золотых рублей 245,5 тонн чистого золота. Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в центральных державах и союзных им государствах, образованных на территории Российской империи, демобилизовать армию и флот, уступить Карскую и Батумскую области на Кавказе. От России отторгалась территория общей площадью 780 тысяч квадратных километров, на которой до революции проживало треть населения страны – 56 миллионов человек. Находилось 27% обрабатываемых сельскохозяйственных земель, 26% железнодорожной сети, производилось 33% текстильной продукции, 73% железа и стали, 89% каменного угля и 90% сахара. В приложении к договору говорилось, что граждане и корпорации центральных держав выводятся из-под действия большевистских декретов о национализации, а лица, уже утратившие имущество, восстанавливаются в правах. На какое-то время русские капиталисты получили возможность избежать национализации, продав свои предприятия и ценные бумаги гражданам Германии, Австро-Венгрии, Османской империи или Болгарского царства. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно уже не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит? Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений, нам гнятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и кельну дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. В сентябре 1918 года в Германию было отправлено два золотых эшелона с 93,5 тоннами золота на сумму свыше 120 миллионов золотых рублей. Впоследствии золото было передано Франции в качестве контрибуции по Версальскому мирному договору. До следующей отправки дело не дошло. 13 ноября 1918 года Брестский мирный договор был аннулирован в ЦИК. «Придите к нам! От ужасов войны придите в мирные объятия! Пока не поздно, старый меч в ножны! Товарищи, мы станем братьями! А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство! Века века вас будет проклинать больное позднее потомство!» «Мы широко, по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся! Мы обернемся к вам своей азиатской рожей! Идите все! Идите на Урал! Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикою ордою! Но сами мы отныне вам не щит! Отныне в бой не вступим сами! Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами! Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить! Последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, Последний раз на светлый братский пир сзывает варварская лира. 30 января 1918. Заключительные истрофы скифов, обращенные скорее к будущему, неизбежному историческому пути, чем к политическому моменту зимы 1918 года. Едва не последние истрофы в поэтическом творчестве Александра Блока. Варварская лира умолкла, все звуки прекратились. Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах. Я задыхаюсь. 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 Мы задыхаемся. Мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу. Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом. Так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это блоковское. Мы дети страшных лет России. И сразу увидишь различия эпох. Когда блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны. А это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным. И дети, дети, и страхи страшны. Вот в чем разница. Борис Леонидович Пастернак, доктор Живак. На поле Куликовом. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, да мчимся, озарим кострами степную даль, в степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль. И нет конца, мелькают версты, кручи, останови, Идут, идут испуганные тучи, Закат в крови, закат в крови, Из сердца кровь струится, Плачь, сердце, плачь, Покоя нет, степная кобылица Несётся вскачь. 7 июня 1908 Так я хочу! Если лирик потеряет этот лозунг и заменит его любым другим, он перестанет быть лириком. Этот лозунг – его проклятие, непорочное и светлое. Вся свобода и всё рабство его в этом лозунге. В нём его свободная воля. В нём же его замкнутость в стенах мира, голубой тюрьмы. Лирика есть я, макрокосм. И весь мир поэта лирического лежит в его способе восприятия. Это заколдованный круг магический. Лирик заживо погребён не в богатой могиле, где всё необходимое – пища, питьё и оружие – с ним. А стены этой могилы, а зелёную землю и голубой свод небесный он бьётся, как о чуждую ему стихию. Макрокосм для него чужеродина, но богатое и пышное его восприятие макрокосма. В замкнутости – рабство. В пышности – свобода. Александр Блок о лирике. Тяжелейшие условия жизни в голодном и холодном городе, арест в феврале 1919-го, по подозрению в участии в контрреволюционном заговоре, заключение в Петроградской ЧК, выступления, доклады, заседания подорвали здоровье Александра Блока. Зимой 1920-го у поэта началась цинга. Развилась сердечно-сосудистая болезнь – астма. Появились расстройства психики. Жизнь изменилась. Она – изменившаяся, но не новая. Не ну ово. Вожь победила весь свет. Это уже совершившееся дело. И всё теперь будет меняться только в другую сторону, а не в ту, в которой жили мы, которую любили мы. Александр Блок. Записные книжки. 18 апреля 1921 года. Драма о фабричном возрождении России, к которой я подхожу уже несколько лет, но для которой понадобилось бы ещё много подступов, даже исторических, завещается кому-нибудь другому, только не либералу и не консерватору, по такому же, как я, непрекаемому. Александр Блок. Записные книжки. 28 июня 1916 года. Её прибытие. Голос в тучах. Нас море примчало к земле отечалую, убогие кровы к недолгому сну, а ветер крепчал и над морем звучало, и было тревожно смотреть в глубину. Больным и усталым нам было завидно, что где-то в морях веселилась гроза, а ночь, как блудница, смотрела бесстыдно на тёмные лица больных глаза. Мы с ветром боролись, и бровя нахмуря, по мраке с трудом различали тропу, и вот, как посол на растающей буре пророческий голос ударил в толпу. Мгновенным зигзагом на каменной круче торжественный профиль нам брызнул в глаза, и в ясном разрыве испуганной тучи веселую песню запела гроза. Печальные люди, усталые люди, Проснитесь, узнайте, что радость близка, Туда, где моря, запевают о чуде, Туда направляется свет маяка. Он рыщет, он ищет весёлых открытий, И зорким лучом стережёт буруны, И с часу на час ожидает прибытий Больших кораблей из далёкой страны. Смотрите, как ширятся полосы света, Как радостен бег закипающих пен, Как море ликует, вы слышите, Где-то за ночью за бурью Взывание сирен. Казалось, вверху разметались одежды, Гремящую даль осенила рука, И мы пробуждались для новой надежды, Мы знали – нежданная радость близка. А там горизонт разбудили зорницы, Как будто пылали вдали города, И к порту всю ночь, как багряные птицы, Летели, шипя и свистя поезда. Будил океан и лохмотьями пены, Швырялись моря на стволы маяков, Протяжной мольбою забывали сирены, Там буря настигла суда рыбаков. Весной 1921 года Политбюро ЦК РКПБ Рассматривало вопрос о выдаче Выездных Вис Александру Блоку и Фёдору Сологубу. В выезде было отказано. 16 мая болезнь резко обострилась. Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет? 29 мая Горький Обратился с письмом к Луначарскому О необходимости вывести Блока на лечение Финляндию. 18 июня Поэт уничтожил часть своего архива. 3 июля Некоторые записные книжки. Разрешение на выезд было дано 23 июля. Однако помочь поэту, уже отказавшемуся от приема пищи и лекарств, было бессильно. Слышать совсем перестал. Будто громадная стена выросла. 7 августа 1921 года в 10 часов 30 минут утра Александр Блок скончался в своей рабочей комнате на улице Офицерской, 57. С литературой связи не имею и горжусь этим. То, что я сделал подлинного, сделано мною независимым. То есть я зависел только от неслучайных. Александр Блок. Записные книжки. 28 июня 1916 года. Смерть поэта была недвусмысленным знаком конца революции, которую воспевали И которой готовы были служить в 1917. Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа, И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку, не дыша. Снится. Снова я мальчик и снова любовник, И овраг и бурьян, и в бурьяне колючий шиповник и вечерний туман. Сквозь цветы и листы и колючие ветки я знаю, Старый дом глянет в сердце мое, глянет небо опять, Розовея от краю до краю и окошко твое. Этот голос – он твой, и его непонятному звуку Жизнь и горе отдам, хоть во сне твою прежнюю милую руку Прижимаю к губам. В трансфизических странствиях своих Даниил Андреев встретил поэта в верхнем слое чистилища, Все мучение которого в чувстве бессильного стыда И созерцании убожества своей ноготы. Там начинает испытываться терпкая жалость к себе подобной, И приходит понимание своей доли ответственности За их трагическую судьбу. Он мне показывал агр. Ни солнца, ни звезд там нет, небо черно, Как плотный свод, но некоторые предметы и здания Светятся сами собой, все одним цветом, Отдаленно напоминающим наш Багровый. Не случайно мой вожатый показывал мне именно агр. Это был тот слой, в котором он пребывал довольно долгое время После поднятия его из Дубгора. Избавление принёс ему рыцарь-монах, И теперь всё, подлежащее искуплению, уже искуплено. Испепелённое подземным пламенем, Лицо его начинает превращаться в просветлённый лип. За истекшие с той поры несколько лет Он вступил уже в симплид России. Даниил Андреев, Роза Мир. Как безвыход на всё. Просить бы всё продать, уехать далеко, на солнце, И жить совершенно иначе. Александр Блок. Записные книжки Превратила всё в шутку сначала, Поняла, принялась укорять, Головой украсивой качала, Стала слёзы платком вытирать, И зубами дразня хохотала, Неожиданно всё позабыв, Вдруг припомнила всё, зарыдала, Десять шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, обернулась, Воротилась, чего-то ждала, Проклинала, спиной повернулась И, должно быть, навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело, За старинное дело своё? Неужели и жизнь отшумела, Отшумела, как платье твоё? 29 февраля 1916. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok